Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня поговорим с вами о будках. Вот большая будка для Акбара, я сам делал ее. Сегодня закончил делать вот такую маленькую будку для Маруськи. Летом на даче она будет проживать и в ней в будке, у нее должен быть собственный домик. Они раньше ютились вот в этой большой, места им хватало здесь вполне, в будке. Но я считаю, что Акбар нервничает, он индивидуалист у нас, это лезет, мешается ему и в принципе ей нужна своя отдельная будка. И сегодня мы с вами поговорим, как правильно приучить собаку к будке. То есть строение будки. У меня есть отдельный ролик, как делать будку, то что там крышка была снята, какую подстилку делать. Лучше всего, чтобы это была солома, ни тряпки никакие, ничего такого, которые будут впитывать влагу и собака в этой влаге будет находиться, потому что грязными ногами она будет приносить это все дело туда. То, что обработать прочего крещевыми средствами надо, это тоже все понятно, это в отдельном ролике я говорил. Сейчас я расскажу вам, как приучить собаку будку. Будку собака должна воспринимать, как свой дом родной. Это место, где никто никогда ее не будет наказывать. Все, что связано с будкой, это только положительные эмоции. То есть первоначально мы можем с вами как научить собаку? Научить ее кушать там. Просто будем ее кормить и поить там. То есть тарелка с едой будет стоять там. Это первое. Вот у меня сегодня рацион Маруськин. Кормлю ее Маруську кормом в голосе. Строго взвешенная пропорция, чтобы не перекормить собаку. Кушает она у меня сейчас 4 раза в день. 4 раза в день она будет получать эту порцию с едой. Я просто, она вот ее знает, она сейчас здесь сидит, смотрит уже на эту тарелку. Она знает, что сейчас надо кушать. Я просто ставлю ее туда внутрь. Вот и влажно. Ну, а сейчас я хотел бы поговорить, знаете, о чем? О кормах. То есть о правильном и неправильном кормлении. Я кормлю своих собак итальянским кормом в голосе. Да, но я уже не один раз про него рассказывал. Акбар я кормлю в голосе кантри. Спасибо, а Руську я кормлю специализированным кормом для щенков в голосе Бэби. Значит, как отличить качественный и корм от некачественного? Я не буду сейчас вам говорить по поводу того, что супер премиум, бюджетные там, небюджетные там корма. А именно, вот как вот по внешнему виду, по запаху определить. Всем известные марки кормов. Вы все их прекрасно знаете, да? Приходите в магазин, реклама идет очень мощная по телевизору. Открываете мешок, сразу идет такой, ну, чувствуется такой резкий прям запах. То есть присутствуют какие-то упустители, да? Дальше, второе, что вы делаете? Вы открываете, берете корм. И вот видите, вот это корм голосе. Трехугольные такие гранулы, да? Которые способствуют очищению зубов. Который по размер гранул именно для размера собаки предназначен. И трехугольная форма именно разработана специалистами для того, чтобы чистить эти корма. Вот Маруська сразу тут плясать танцы начала. Да, молодец. Она любит этот корм. Цвет естественный. То есть он не имитирует такое, знаете, прям то, что здесь стопроцентное мясо. Если вы берете, еще раз говорю, известные бренды, известные марки, да? Там прям такой ярко-оранжевый, ярко-красный цвет, имитирующий наличие мяса, да? И большое его содержание, что в итоге-то, собственно говоря, не оправдывает ожидания. Здесь этого нету. Потому что производитель четко, честно указал на упаковке содержание мяса. Ну вот, в частности, в этом корме здесь идет 30%. 30% курянина. Очень многие заблуждаются и думают то, что курянина, ну, она правда является, во-первых, она диетический протеин является, да? Легкоусваиваемый протеин. И по правде она является аллергеном. Но 80% людей считают своих собак, вот таких, как пудель, да, там, таких, как пудель, китайская хохлатая собака, да, у которых волосы растут. Именно волосы, не шерсть. То, что глазки слезятся именно из-за курятины. Это заблуждение. Начните подстригать, делать гигиеническую стрижку своей собаки. И, собственно говоря, никакая курятина ни на что вам влиять не будет. И вы увидите о том, что глазки вашей собаки перестанут бежать. И не надо ссылаться на то, что вы кушаете там аллергенную курятину. Нет, это неправда. Мясо, вот, именно для итальянского корма галуси подбирается у специальных, отобранных, прошедших конкурсный отбор фермеров, да, и когда его делают в заморозку, когда его производят, его даже не замораживают. Вот этим выгодно отличается на всех остальных. То есть, нету здесь ни красителей, ни генно-модифицированных продуктов никаких, усилителей вкуса и так далее. То есть, мы кушаем кур в галуси, и в качестве лакомства я использую тоже этот кур. Всем спасибо. Ешь, морозик. Самое главное здесь, когда она захочет выйти оттуда, не препятствовать ее выходу, чтобы не было у нее такого представления, что если она зашла туда, то выйти ее уже оттуда как бы не разрешат. Всегда. Захотела выйти, пусть выходит. Ничего страшного в этом нет. Потом еще раз покормите, еще раз покормите. Но, в принципе, смотрите, очень грубая ошибка. Если где-то что-то как-то собака накосячила, что мы с вами делаем? Мы бежим за этой собакой и пытаемся ее наказать, да? Тем более, если она какие-нибудь дорогущие... Молодец, хорошо. Ай, браво, Маруся. Ай, браво, девочка моя. Ай, моя умничка. Ай, молодец. Ай, хорошо. Вот она уже защищает. Акбар, не ходи. То есть у Акбара свое жилище, у Маруси свое. Да? Мы сейчас ее будем еще тут докармливать ее. Молодец, Марусичка. То есть, если собака забежала к себе в будку, дома клеточка какая-то, или еще какое-то уютное гнездышко, которое вы определили своей собаке, все, значит, собака может там спрятаться, и никто никогда ее в жизни достать не должен. То есть, это место, с какого нельзя собаку вытаскивать. Вот тогда ваша собака будет воспринимать как свою будку, как крепость свою. Иди сюда, Маруся. Маруся. Маруся, иди сюда. Будка? Ай, молодец, браво, девочка. Маруся, иди сюда. Будка? Ай, молодец, браво, девочка. Вот у нас, в принципе, дома коробочки она знала свои, но вот эту будку она сейчас видит первый раз, и это будет ее дом. Сейчас я таилку оттуда вытащу. Большая таилка. И здесь у нее уже и крыша есть, и в принципе, будка теплая, сделанная с лиственницы, причем сделал настройки лиственницы. Будку? Да, молодец. Если бы она не заходила туда, внутрь, то есть, видите, она туда сама закачала, тарелку я поставил, не стал ее забирать там, то я бы делал вот так вот, вот у меня корм, она видит этот корм, и она сейчас полезет, будет там его искать. Молодец, Маруся, иди сюда. Будку? Да, молодец. Ну и работает условное подкрепление. Так что, Маруся, тебя с новосельем, поздравляю. Молодец, хорошо. И она будет воспринимать этот домик, как свой именно домик. Не как карцер, в котором закрывает собаку, когда она где-то что-то накосячит и что-то не так сделает. Будку. Еще раз хочу сказать, что в качестве лакомства я использую корм-голоси. Всем рекомендую. С вами был канал Я и Мой Хвост, и я его автор и ведущий Олег. Всем спасибо. Маруся.